МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые белореченцы! 10 июля, четверг, и после небольшого перерыва вновь в прямом эфире программа «Открытый диалог». Украина. Кто бы мог подумать, что братская страна, некогда республика нашей большой страны, станет эпицентром военных действий, по сути, гражданской войны. Люди бегут от бомбежек, артобстрелов и бегут к нам, в Россию. Жители Украины на территории Белореченского района. Жизнь вне войны. Тема сегодняшнего разговора. В студии глава Белореченского района Иван Имгрун. Добрый вечер, Иван Иванович. Добрый вечер. Уважаемые телезрители, если у вас есть вопросы, предложения или срочные сообщения по вышеуказанной теме, прошу вас, звоните. 33 808 и присылайте смс-сообщение на короткий номер 5522. Перед сообщением не забудьте указать 107 FM, и лишь после этого текст сообщения. Участвуйте в разговоре. Иван Иванович, ну прежде чем начать, ну непосредственно говорить о теме, позвольте поздравить вас и нас, жителей Белореченского района, с тем, что на территории района, именно в Родниковском поселении, открылось, не хочу рекламировать, нельзя, меня просто выгонят, нельзя таким образом, но открылось предприятие, открылось производство и крупное, это и налоги, и новые рабочие места, и хороший качественный продукт. Ну вот, честно говоря, когда вы открывали этот завод, я так все-таки скажу, вы подчеркнули, что самое главное, что это дружба, потому что как раз-таки к нам пришли и построили это предприятие из дружественной Адыгеи наши друзья. Вот, Иван Иванович, несколько слов о предприятии, может быть, как таковом, что, ну, строилось, важно это. Ну, я думаю, что мы можем сказать, что у нас сегодня произошло рождение абсолютно нового предприятия, это Белореческий пивоваренный завод. Его построил действительно мой друг, Цей Руслан Касимович, который поддержал мое обращение. Это действительно территория родниковского поселения. Как только он начнет стабильно работать, это будет зависеть от сбыта продукции, то мы ожидаем по году порядка 150 миллионов рублей платежей во все уровни бюджета. Это новые рабочие места, это гарантированная заработная плата, это престижное предприятие. Вот, и это бренд, будущий бренд Белореченского, с которым будут связывать, мы будем нести в массы, что есть такой город. И культуру, наверное, употребления этого пенного напитка, потому что это живое. Иван Иванович, ну, почему я акцентировала на том, что дружба, опять же, возвращаясь к Украине, именно к тем людям, которые бегут с юго-востока Украины, и непосредственно в Белореченский район, и сколько уже получается, уже несколько месяцев пребывают, я назову все-таки беженцы, хотя юридически этот статус не подтвержден, но я, как журналист, имею право на это сказать, потому что на самом деле люди бегут от бомбежек. Иван Иванович, первые действия муниципалитета, вас как главы района, когда первые люди стали пересекать границу, и непосредственно в Краснодарский край, и к нам в Белореченск. Что произошло, какие действия были предприняты? – К сожалению, пока я работаю в должности главы администрации, я не имею морального права давать оценки тем событиям, которые послужили причиной того, что война уже на Украине. Послужили причиной того, что русские украинцы вдруг стали врагами. В Белореченске район Кубань населяли выходцы Запорожской Сечи. Культура и традиции украинцев и русских – это одна культура, это один народ. Поэтому, конечно, очень печально и больно. Я думаю, что все это так переживают. Но мы выполняем поручения губернатора и правительства Российской Федерации, и каждое муниципальное образование на территории Краснодарского края, за исключением прибрежных муниципальных образований, где курортный сезон, принимает беженцев. Мы, пользуясь случаем, я бы хотел выразить слова признательности всем нашим жителям, которые сегодня приютили тех людей, которые выехали, бежали от войны. Беженцы, они или не беженцы, они беженцы по сути, не получили правовой статус, но, чтобы получить правовой статус, нужно сдать паспорт. То есть это значит однозначно уже не иметь возможность вернуться на Украину. В более приныжничных политических моментах. Вернуться в те области, откуда они приехали. Поэтому мы, выполняя поручения, принимаем людей, и вот буквально завтра-послезавтра мы ожидаем очередные 36 человек, которые к нам прибудут. Это в основном женщины, дети, люди старшего поколения. Это специально выделен автобус и забирают от границы, да? Да, сейчас они прибудут поездом, потому что они приехали в Сочи. Сочи – это курортный город. Благодаря нашим землякам, да, мы готовы их принять и расселить у тех людей, которые пожелали их приютить. Вы только что обозначили, что всячески стараемся помочь людям из Украины, и вот буквально должны приехать 36 еще человек. Так с чем все-таки сталкиваются жители Украины, граждане Украины? С какими трудностями? Каким образом помогает не только, ну, так, предоставляя жилье, вы подчеркнули, что люди предоставили жилье, может быть, какая-то социальная гарантия, какая-то социальная медицинская помощь предоставляется ли они? Упрощенное оформление документов предусмотрено ли, делается? Потому что я надеюсь, что люди слышат нас, пусть даже жители района, и передадут нашим братьям. Во-первых, мы заинтересованы в переселении на территории Белорусского района наших соплеменников. То есть на постоянное место жительства? Мы заинтересованы в том, чтобы к нам приезжали на постоянное место жительства. Чтобы здесь соседали, рожали детей, шли на работу, строили дома. Но те люди, которые сегодня переехали с Украины, они там оставили свои дома, они оставили там своих родных и близких. Вот, и есть те, кто, их единицы, кто сегодня принял решение оформлять гражданство российское, и мы оказываем содействие. Вот, ну а большая часть надеются на благоразумие вождей, в кавычках, потому что настоящий вождь не допустит никогда протубийственную войну. Вот, что это все пройдет, и у них появится возможность вернуться. Безусловно, мы в первую очередь говорим о том, что люди переносят нравственную, психологическую, моральную травму. Вот эту вот обиду за то, что люди жили мирно и спокойно, и вдруг это все закончилось непонятно какими-то разборками, стрельбой. Что касается материальных вопросов, наши жители оказывают материальную помощь. У нас определены пункты сбора материальной помощи, финансовой помощи. Мы гарантируем, что если дети останутся школьного возраста и после первого сентября, то они все будут устроены в школы. Закон об образовании Российской Федерации гарантирует право посещения школ для детей любой национальности и любого гражданства. Поэтому здесь мы действуем в рамках федерального закона. И такие возможности реально у нас имеются. По количеству детей, которые сегодня школьные возраста у нас на территории района, мы без всяких проблем, которые могли бы создавать трудности для наших общеобразовательных учреждений, мы эти задачи, так сказать, выполним, и дети будут определены в школы. Что касается детей в возрасте от 3 до 7 лет, кто нуждается в детских садах, то здесь гарантий мы дать не можем, потому что у нас более 2 тысяч стоит на очереди детишек на детские сады. Но мы будем решать эту проблему через частные детские сады и семейные детские сады. То есть мы обеспечим возможность тех людей, которые к нам переехали, определить детей и работать. Пользуясь случаем, я могу сказать, что мы начали строить два детских садика по 230 мест, один на 260. Это только в городе Белореченске, то есть уже порядка 700 мест в следующем году мы получим. А до конца года, следующего года, задача стоит вообще ликвидировать очереди поручения президента Российской Федерации. Должно быть вот-вот на днях принято постановление правительства Российской Федерации, упрощающее порядок приема на работу и оформление гражданства для тех, кто пожелал это делать. Так что мы действуем в рамках федеральных законов, которые сегодня действуют на территории страны. Иван Иванович, но обращаются в администрацию, идут люди. Сколько вообще у нас приехали граждан Украины? Вот на данный момент ведется какой-то учет? Учет ведется и администрация, и паспортно-визовая служба. По данным паспортно-визовой службы у нас в сегодняшний день зарегистрировано более 400 беженцев из Украины. Люди продолжают обращаться. Где-то больше половины это люди, которые проживают у родственников. И остальная часть это люди, которые живут у наших земляков, которые согласились прийти к их на какой-то временный период. После принятия вот этих постановлений, законов, о которых вы только что упомянули, у людей будет возможность устроиться на работу? То есть законно, легально? Есть у нас рабочие места? Есть поручение губернатора. Мы не ждем постановления правительства. Рабочие места есть. Значит, мы всем, всех, кто обращается, мы им окажем содействие в трудоустройстве. Иван Иванович, ну, если честно, вот при всем сочувствии нашим, понятно, что сразу был такой всплеск гуманитарной помощи и каких-то моментов. Ну, вот недавно были мы в пункте приема гуманитарной помощи. И вот, честно говоря, волонтеры, ну, не скажу, что со слезами на глазах, но не без паники сказали, что, ну, катастрофически не хватает. И даже вот перечисляли, что памперсы нужны, все. Ну, может быть, у нас есть возможность тоже обратиться и кого-то поблагодарить, не то что кого-то, а поблагодарить. И тех, кто и материальную помощь оказывает, и все. И насколько, может быть, предприятия какие-то... Здесь надо понимать, что мы организуем благотворительную помощь через людей, которые помогают. Это не деньги муниципалитета, это не квартиры, которых нет у муниципалитета. Это добрые отношения людей, которые говорят, у меня есть возможность принять семью. И дают свое жилье. Мы не рубля не уделяем из бюджета, у нас такой возможности нет. Мы являемся организаторами приема и временного расселения людей там, где жители сказали, мы можем. Вот столько-то человек мы принимаем. Вот чем мы занимаемся, чтобы здесь не было толкования. Вы знаете, ну, там бывает, что вот мы там кого-то принимаем... Иван Иванович, а вот вопрос буквально называется в руку. Иван Иванович, у меня вопрос. Вот вы помогаете беженцам с Украины, даете жилье, выплаты. А кто поможет нам, молодым семьям, у которых грудные дети, и которым негде жить? Где искать нам помощь? Буквально сразу людей прислали. Здесь надо понимать, что, что касается жилья, есть такое понятие социальное жилье. Мы в бюджете имеем возможность в год строить там, ну, 4 квартиры или 6 квартир. Вот вся как бы возможность. Что касается молодых семей, надо строиться, получать земельные участки, участвовать в программе в ипотечном кредитовании. Да, там необходимо работать, соответствующий доход должен быть. Но при желании все это можно делать. Если нет возможности, да, сегодня нужно снимать жилье, в наим, временно жить на квартире и, опять же, строиться, либо покупать квартиру. Есть программа «Молодая семья», есть ипотечная программа «Федеральная», «Краевая». В тот период, в советские времена, когда строилось жилье и давали молодым специалистам, к сожалению, он закончился. Мы занимаемся увеличением доходной части бюджета, мы не сидим на месте. Мы строим новое производство, создаем новые рабочие места. У нас не хватает, кстати, рабочих. Не все готовы идти убирать помидоры или работать в теплицах. Далеко не все. Поэтому я говорю, что мы заинтересованы в том, чтобы к нам переселялись люди среднего возраста, имеющие желание работать, рожающие детей. Мы по пяти месяцам, кстати, занимаем лидирующее место. Больше всего родилось детей в Белорусском районе за пять месяцев этого года. Мы этому радуемся, мы, так сказать, этим гордимся. У нас консолидированный бюджет 2 миллиарда рублей, из них 480 миллионов – это только наши деньги. Все остальное – дотации, суббенции, краевые, федеральные. Поэтому я тут абсолютно оптимист и в тех случаях, когда молодые семьи говорят, что негде жить. Рождается семья, она уходит от родителей, снимает жилье. Квартиры, фонд, которые сдаются людьми. За этот период нужно либо строить, либо покупать готовое жилье. Такие возможности есть, если ты работаешь, получая заработную плату не в конверте, а в чистую, в белую. Потому что есть ряд отраслей нашего хозяйства, где объективно, где субъективно зарплата, часть показывается официально, а часть конвертов. Конечно, в этом случае участвовать в программах нереально. Ну и, соответственно, теряют те, кто и получает эти зарплаты? Теряют, теряют отчисления пенсионных фондов и так далее. Поэтому здесь интересы тех, кто работает, они нарушаются. Иван Иванович, Вы только что сказали о производствах, тем более мы где-то и начали с того, что завод открыт в Родниковском поселении. А вот в ближайшее время, может быть до конца года, еще планируются какие-то производства, где будут рабочие места, где нужны будут, где опять же будут поступления в бюджет. Что у нас в Белорусском районе происходит в этой части? До конца года мы откроем, надеюсь, что успеем. Мы сегодня выезжали на площадку, смотрели. Это тепличный комплекс, который строится напротив птицефабрики. Там на 18 гектар, но первые 9 гектар должны быть. Это уже там порядка будет 150 работающих. Там же планируется производство по выпуску конструкции для теплиц. Это отдельное будет направление. В Ждуховке у нас начали строить завод копюрных материалов. Надеюсь, что в следующем году мы его откроем. До конца года ожидается, что мы активизируем завод. Это бест-модуль, который рядом с Рязанкой, где стоят уже модули на продажу. Вот там будет само производство размещено. Целый ряд производств по выпуску строительных материалов, по производству мебели. Это процесс, который мы не останавливаем. Мы порядка 9 соглашений будем подписывать на экономическом сочинском форуме. По строительству ряда производств. В частности, речь идет о мини-переработке продукции сельского хозяйства. У нас нет зоны отдыха ни в одном поселении. Это все-таки строительство зоны отдыха в городе Белореченске, о чем мы так долго мечтали и говорили. Это тоже такое ответственное направление. И у нас есть телезритель, здравствуйте, который хотел бы задать вопрос. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте, меня зовут Врачок Николай. Я хотел бы задать вопрос Ивану Ивановичу. Иван Иванович, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему уличное освещение так рано у нас выключается в городе? Потому что по этой теме, не потом, после 12, ни на велосипеде не проедешь, ни пешком не пройдешь. Здесь все темно. Спасибо за ответ. Спасибо большое, что вы нас смотрите, доверяете. Я проверю, потому что мной давалось поручение главе города обеспечить уличное освещение до часу ночи на летний период, то есть до 1 сентября. Я думаю, что поправим это. Иван Иванович, ну понятно, освещение тоже мы затрагиваем. Здесь мы должны понимать, что это связано, безусловно, с дополнительными тратами на уличное освещение, но вопрос абсолютно правильный. В летний период режим экономии, он должен начинаться с часа ночи. Так что исправим положение. То есть правдами и неправдами мы все равно затрагиваем тему благоустройства, потому что на самом деле это то, что насущно, то, что где мы живем, в каких условиях мы живем. Как бы там ни было, традиция всех лет последних, особенно десятилетий последнего, что у нас своего рода точкой, ну или там подведением итогов становится День города и района. В этом году назначено 29 августа празднование. То есть до этого времени нужно и в порядок привезти дворы, и может быть какие-то объекты сдать. Вот Иван Иванович, какие первоочередные цели и кто должен мобилизоваться, может быть, какие ресурсы задействованы, что предполагается сделать, и что можем мы сделать, жители города, района, поселений? Ну, есть объемы, да, которые мы выполняем за счет бюджетных средств. Что касается благоустройства, это полномочия городского поселения, сельских поселений. Из этих бюджетов должны выделяться средства на благоустройство, но их, безусловно, очень мало. И поэтому задача просто элементарно для каждого навести порядок вокруг себя. Там, где ты живешь и работаешь. Внести санитарный порядок и благоустроить другой, другой возможности изменить облик нет. Если это забор, он должен быть аккуратный и покрашен. Если это дом, ну, почему-то в Белоруссии, да и на Украине, я когда был в Полтавской области два года назад, я видел, и цветочки, и горшочки на подоконниках на улицу вывешены. И аккуратно все. То есть все это наши обязанности. И здесь органы муниципалитета должны быть застрельщиками. Должен быть актив, который будет показывать личным примером, побуждать вокруг себя благоустраивать. Есть телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Виктор. Вот, Иван Иванович, вот такой вопрос. Вот тротуары везде делают, там вот по Чехову, по Толстову. Вот Юрий Витальевич, если я когда-то приезжал к нам туда на сбор, вам говорил, что у Анаслана и до Водоканова будут тротуары сделаны в этом году. Ну вот, не обращались вообще никаких, смотрю, ничего не делается. Люди ходят, все по очереди, машины ездят, объезжают. Понимаете, жена ходит, с ребенком никуда не сходят, везде по обочине машины летают. А татуара там никто не собирается даже делать. Еще раз, какой татуар? От Слава до Водоканала. Могательный Слав от Шабанова, по Пролетарскому до Водоканала. Спасибо большое. И еще один вопрос. Да, да, да. И вот, значит, освещение. Вот вы вам в прошлом году помогли, там, лимит передачи, электропередачи перенесли. Спасибо за участки, у нас по участкам шло электропередачи. Вы нам помогли, большое вам спасибо. Обратились, вы помогли, перенесли без проблем. Ну вот, насчет освещения, там, какой-нибудь пару лампочек нам бы поставили. Адрес какой? Мы там говорили, в том году запланировано не было, у нас еще вот запланировано. Будьте добры, пожалуйста. Будьте добры, адрес, пожалуйста. Освещение. У нас только один, улица Речная. Все, спасибо большое. Вам спасибо большое. Звоните 33 808. Также присылайте смс-сообщение на короткий номер 55 22 перед сообщением. Не забудьте написать 107 FM. После этого текст сообщения. Ну, я бы, условно, вернусь к вопросу татуара. Мы с главой города, я думаю, что поделимся, чтобы обещания были выполнены. Иван Иванович, вы только что подчеркнули, что, ну, опять же, в бюджете не хватает средств на все, хотелось бы все сразу сделать. Но есть примеры того, ну, как бы это сказать, вложений и жителей, и, может быть, предприятий. Вы об этом не раз тоже говорите. И я знаю, что есть, вот есть какой-то толчок, чтобы тротуар где-то сделали, где-то заасфальтировали. Вот, на самом деле, идет эта вот такая цепная реакция, или все-таки не особо ждут? Ну, есть несколько примеров благоустройства территории, дворовых территорий многоэтажек, когда жители собирали средства не только на те услуги, которые предоставляет так называемая управляющая компания, но и на то, чтобы сделать татуар внутри дворовой территории, заасфальтировать ямы, отвезти воду. И этим нужно заниматься, ведь мы десятилетиями живем в таких дворовых территориях. Когда-то, да, они были построены, когда строили дома, но сегодня новое время. Большое, например, большое количество транспорта. Я всегда говорю управляющим компаниям, которые, к сожалению, плохо слышат, вот, ну, я надеюсь, что мы будем ставить вопрос о поэтапной замене тех, кто не хочет работать так, как нужно, а работают так, как хотят. Вот, дворовая территория. Сегодня очень много личного автотранспорта. Ну, если ты имеешь личный автотранспорт, неужели нельзя переговорить с владельцем, собрать по 100 рублей, заасфальтировать яму? А просто потому, что этим никто не хочет заниматься. Не потому, что люди плохие, не потому, что владельцы этого транспорта не хотят. Большинство людей, когда с ними начинаешь разговаривать человеческим языком, они с пониманием относятся и делают, и радуются. У нас есть пример по перилку узкому 13 дроп 1, когда жители, управляющие компанией совместно и заасфальтировали, и воду отвели, и татуар сделали. Поэтому, вот, только таким образом, да, где-то больше нужно средств, где-то меньше, но мириться с необустроенностью, с грязными подъездами, ободранными, там, с ржавыми дверьми, там, непокошенной травой. С этим нельзя, она, это и есть власть городская, должна спрашивать с управляющей компанией. Иван Иванович, подтверждение Ваших слов, вот буквально на днях нам позвонили жители Ленина 23 дома, и пожаловались на то, что в ужасном состоянии, и детская площадка, и подъезды, и все. И когда приехала телесъемочная группа, ну, соответственно, сняли это все, кстати, обслуживает жилье этот дом, так люди говорили, что, во-первых, они не знают, что будет делаться. Это о том, что вы предлагали, уже, если уж позволите, настаивали на том, чтобы каждый месяц были в виде объявлений, планы работы. И люди говорят, мы готовы были и сами участвовать, как вы говорите, зачастую краской, там, физической помощью, и может быть даже скинуться поверх того, что, ну, мы отчисляем, но опять же, мы не видим, что, когда отчисляем, что бы делать, а еще поверх этого, конечно, никто не согласен. Ну, я приводил пример, что ни одна управляющая компания с этого рынка услуг не ушла. Хотя некоторым мы в открытую предлагали, что вы же не справляетесь, вы же работаете не так, как нужно, ну, идите, займитесь другим видом бизнеса. А что такое управляющая компания? Я уже как-то говорил, еще раз повторю. Решил человек один или два создать предприятие, уставной капитал 10 тысяч, и потом их ищи-свищи, спрашивай с них. Вот они собрали, значит, платежи, вот налоги, вот заработная плата, которая должна идти. А вот то, что осталось, хорошо, если добросовестно освоили, хорошо, если что-то еще сами потрудились, и все. А нужно, да, нужно дополнительно, чтобы приводить в порядок, нужны дополнительные инвестиции, дополнительные средства. Где-то, может быть, накапливать, а где-то, может быть, и помесячно собирать и делать. Но этим никто не хочет заниматься, потому что-то надо прийти в каждую квартиру, посмотреть в глаза, рассказать, куда пошли те средства, которые ты собирал до этого. Рассказать о тарифах, рассказать о том, сколько людей, какая заработная плата, какие налоги ты уплачиваешь. С этих же денег, других-то нет, но я это говорю на полном серьезе, что мы будем менять управляющие компании. Предлагаю выслушать телезрителя. Здравствуйте, простите за паузу. Мы вас слушаем внимательно. Алло. Вы в прямом эфире. Да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Воробьев Михаил Дмитриевич, всем добрый вечер. Добрый вечер. В 6 сентября прошлого года на совместном собрании родителей и педагогов третьей школы я обращался к Ивану Ивановичу с предложением по оборудованию улицы Мира. Я тогда предложил не застраивать ее, а оборудовать аллею или бульвар, или велосипедную дорожку, или совместную. Иван Иванович ответил, что ваши предложения принимаются. Я, конечно, был рад этому, хотел бы услышать, как реализуется это предложение. Спасибо вам за звонок, за ваш вопрос. Ну, улицы Мира, значит, чем застраивается? Есть частные, муниципальные земли по улице Мира свободной нет. Если сейчас что-то и застраивается, то это застраивается на территории бывших частных домовладений. Улица Мира по генплану города Белореченска поделена как жилой и... То есть там, может быть, и жилье, и, может быть, и деловая инфраструктура. Вот что касается, значит, тротуаров, велосипедной дорожки, я и сейчас подтверждаю, что нам нужны велосипедные дорожки, что в Майкопе уже есть, что наши жители, к сожалению, вынуждены ездить туда, в Майкоп, чтобы кататься. Что одной из проблем решения так называемых пробок, это строительство велосипедных дорожек, но для этого, безусловно, нужны средства, для этого нужны, наверное, больше еще желаний тех людей, которые должны этим заниматься. Поэтому с повестки дня мы строительство велосипедной дорожки не снимаем. Где она будет, в первую очередь, построена, в ближайшее время мы доведем до сведения общественности, реализуемо. Что касается строительства, его невозможно запретить. Дома продаются, строятся там магазины, офисы. Ну, это право тех, у кого земля в собственности. Очень хотелось бы вернуться к теме Украины, но даже уже не сколько к теме Украины, это уже наша российская территория, автономная республика, Крым. Так вот, мы были в эйфории, и, наверное, до сих пор находимся в такой своеобразной эйфории, что Крым присоединился, а если уж словами Путина, вернулся в родную гавань. Вот этот всплеск патриотизма. И опять же, возвращаясь вот к этому, к этому смс-сообщению, и нет-нет, так люди думают, говорят. Патриотизм, вот эта эйфория, она немножечко так проходит, а остается холодный, может быть, расчет, и о том, что, а наши проблемы как, а как мы помогать Крыму будем. Насколько известно, мы об этом говорили, Краснодарскому краю под шефными распределен Ленинский район, в том числе нам, Белореченскому району, Войковский, если я не ошибаюсь, сельский совет, но это тоже муниципальное образование, 5000 населения, да, вы там были, не лучшим образом, там, социальная сфера, да, насколько мне известно. Так вот, будем ли мы помогать, каким образом, отразится ли это на нас, белореченцах, в зиму-то и нам входить? Ну, во-первых, патриотизм, он или есть, или его нет. То, что вы назвали, правильно вы сказали, это временная эйфория, вот, а патриотизм, это когда ты любишь свою малую, большую родину, и прежде чем с кого-то спросить, ты должен сам себе ответить, а ты что сделал? Что ты сделал, родившись на этой земле? Что ты сделал полезного? А потом уже спрашивать с других. Вот это, в моем понимании, патриотизм. Что касается Крыма, да, был всплеск эйфории, это естественно. Я никогда не стыдился говорить, что Советский Союз был разрушен, уничтожен, развален в нарушении действующих законов, когда не был учтен референдум, который был проведен на территории Советского Союза. И те, кто его разрушили, они совершили преступление. Это, в моем мнении, как юриста. И то, что появилась территория Крым, ну, Россия правоприемник Советского Союза по международным обязательствам и по всем долгам. И если кто-то хочет вернуться в прежнюю территорию и быть вместе с Россией, то это, в моем мнении, что это право. Вот. И Крым определился своим правом. И мы этому, безусловно, рады. Что касается участия муниципалитета, действительно, есть поручение правительства Российской Федерации о шефах. То есть каждое муниципальное образование Крыма закреплено за тем или иным субъектом Российской Федерации. Вот. Мы, как вы сказали, завойковским поселением, мы оказываем методическую помощь. Выезжали наши врачи туда. Сюда уже приезжала делегация. Главный врач выезжал с начальником управления здравоохранения. Вот. Я там находился. Делегацию мы направляли. Мы действительно окажем содействие в ремонте котельной школы. Мы окажем содействие в том, чтобы один мусоровоз был приобретен. Вот. То есть это в рамках, опять же, благотворительности. Это не касается муниципальных средств. Мы из муниципалитета не имеем возможности выделять деньги. Вот. И никаким образом это не коснется на качество подготовки объектов, которые расположены на территории нашего района. Это школы, детские сады, в первую очередь, ФАПы, больницы. Так что здесь... Даже никаких домыслов и никаких кривотолков не должно быть. Все нормально, да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Пожалуйста. Добрый вечер, Иван Иванович. Добрый. Иван Иванович, огромная просьба. Доработать копчик можно будет на Гоголя и Мира. Да, хорошо, что там его установили. Ну, там же можно поставить дополнительную стрелку направо, которой не создаем помех. Там собирается колонна машин, которые тупо стоят повернуть, хотя бы хотят повернуть направо. И мы загараждаем остановку, которая вот эта на парке. Колонна становится аж почти с давневедомственной охраны. Тут ни автобус, ни маршрутка не хочет, не может подъехать. И, знаете, сигналы, ругания. Мы при чем? Эта стрелка туда дополнительную поставьте, и все, и что? Состоянно она горела. И вот этот перекресток нашего, Луначарского, Гоголя, где проживают, когда будет фитофор установлен? Там авария за аварией постоянно. Что с кутоистой, то и железной педистой, то просто так, каждый день авария. Столбы поставили, повесили, а подключение когда? Спасибо большое. Правильный вопрос, и что касается предложений по Гоголе Мира, Луначарского, Гоголя, я взбодрю тех, кто там выполняет работы. Мы постараемся, чтобы в считанные 2-3 дня там основные работы все уже выполнены, светофор заработал. Мы определили перечень мер по улучшению дорожного движения, безопасности дорожного движения, развязок на территории города Белореченск. Этот перечень мы опубликуем в газете «Огни Кавказа». И если у кого-то будет возможность желания высказать, мы опубликуем телефоны, горячие линии, то можно будет дать еще дополнительные предложения. Это перечень, который будет делаться в этом году. Количество автотранспорта у нас увеличивается. И вот правильное ваше замечание, эти работы мы выполним в этом году. СМС-сообщение. На встрече с кандидатами в депутаты весной этого года в школе 68 было заявлено о капитальном ремонте школы этим летом. Будет выполнено обещание. Спасибо. Школу в этом году мы полностью капитально не отремонтируем, но мы отремонтируем крышу, мы отремонтируем фасад, мы отремонтируем ограждение и отремонтируем территорию. То есть я подтверждаю, что действительно такие обещания были даны, и они будут в этом году выполнены. Иван Иванович, опять же затронули подготовку к зиме. Тоже может быть в нескольких словах первоочередные задачи. Какие вы ставите перед собой и перед районом, вот сейчас в ближайшее время выполняете, может быть, что сложно дается? Ну, сложность, они, безусловно, как всегда, это недостаточное финансовое обеспечение этих работ, вот, но мы в зиму войдем подготовленными. Основные проблемы – это состояние котелин, перечень, дефектная ведомость на каждую котельную у нас имеется. Есть ряд котелин, где мы должны поменять котлы. Это школьные котельные? Это школьные котельные, да. Есть школы, где нужно ремонтировать кровли. Поэтому общая потребность в этих работах порядка 68 миллионов рублей, которых как бы в бюджете нет, но эти работы будут выполняться, они выполняются за счет спонсорской помощи. Вот, на следующей сессии мы частично выделим финансирование из тех доходов, дополнительных которых мы получили. Так что, работы по подготовке к зиме должны быть завершены до 1 сентября. Иван Иванович, завершая наш открытый диалог, мне бы хотелось задать такой вопрос, мы задавали его и на улицах города, своеобразный такой вот, вот Украина. Россияне, какой урок должны вынести из событий, происходящих на Украине? Ваше мнение. Я думаю, что в первую очередь вожди должны выносить эти уроки, те, кто отвечает за внешнеполитическую работу, вот те, кто занимается вопросами геополитики. нас уже окружили до невозможности. Вот это наши недоработки, а не успех американцев. Почему-то американцы более успешные, более умные, значит, а вот мы все скатываемся, скатываемся, скатились уже до того, что уже даже в границах Советского Союза мы не можем быть спокойными за свое будущее. А фактически-то идет борьба за конкретное пространство. У нас много территорий, много земель, много природных ресурсов. Во все века за это боролись, бились и воевали. Мы должны понимать, что как только мы будем слабыми, нас проглотят. Нужно было валить в свое время страны Варшавского договора, Советский Союз, но коры уже развалили, надо укреплять мощь России, и нужно дружить с бывшими союзными республиками, а не конфликтовать с ними. Вот я так думаю, а люди, вожди уходят и приходят, народ остается. Сколько их там уже сменилось на Украине, и еще сменится. Не везет на вождей, вот и все, дай Бог, чтобы у нас сохранилась стабильность в России, и тогда, я думаю, что хватит ума обеспечить стабильность на Украине. То есть нам нужно ценить нашу стабильность, наш мир, и, естественно, сохранять историю, что у нас и происходит. Спасибо, Иван Иванович, что Вы пришли, спасибо, что были в открытом диалоге. Уважаемые телезрители, в завершение, мне бы, конечно, хотелось пожелать всем Вам, в связи с происходящими событиями на Украине, мира, главное, мира. Субтитры сделал DimaTorzok